Ежегодно 2 августа микрорайон Барабуха собирает десантников из разных регионов и стран. Не только для того, чтобы вспомнить армейские боевые будни, но и чтобы вспомнить своих сослуживцев, которым не суждено было выйти живыми из боя, отдать дань памяти основателю воздушно-десантных войск. У бюста памятника Василию Маргелову состоялся митинг, посвященный годовщине образования воздушной пехоты. Уважаемые ветераны, уважаемые десантники, уважаемые присутствующие, от городского исполнительного комитета, от всех жителей города Новополоцка, от Совета депутатов, от себя лично. Я хочу поздравить вас с 94-й годовщиной со дня образования воздушно-десантных войск, днем десантника и сил специальной операции Республики Беларусь. В череде памятных дат 2 августа – это не простая, а особенная дата для города Новополоцка. Именно в Боровухе после военной годы дислоцировалось два полка воздушно-десантных войск. Боровуху знают не только в Новополоцке, не только в Республике Беларусь, но и далеко за пределами нашей страны, так как праздник 2 августа – это уже международный праздник, потому что его празднуют как и у нас в стране, так и в странах СНГ. С момента образования десантных войск во время Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах, воины воздушно-десантных войск зарекомендовали себя как героические, самоотверженные, готовые в любую минуту отдать жизнь за выполнение поставленной задачи за Родину. И эти традиции продолжаются и сегодня. Воздушно-десантные войска, как сегодня силы специальных операций Республики Беларусь, всегда были надежной опорой государства для защиты национальных интересов Родины. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов воздушно-десантных войск за активную жизненную позицию, за патриотическое воспитание молодежи и за преданность и любовь к Родине. Уверен, что нынешние продолжатели воздушно-десантных войск, традиции воздушно-десантных войск, силы специальных операций достойно выполняют и будут выполнять возложенные на них задачи. От всей души поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов и чтобы над нашей Родиной и на нашей земле был мир. С праздником! Барабуха до сих пор является негласной столицей ВДВ. И такие мероприятия показывают всем, что боевое десантное братство не теряет своих крепких уз. Войска дяди Васи принимали участие в многочисленных военных операциях. В качестве миротворцев участвовали в разрешении крупных межнациональных конфликтов, в том числе и в Афганистане. По традиции вспоминаем наших боевых товарищей погибших, встречаемся живыми здесь. Наша организация, основная цель – это патриотическое воспитание молодежи, не только во время праздного дня ВДВ, но также период, когда вывод советских войск в Афганистане, это в феврале месяце мы начинаем проводить уроки мужества в школах, рассказываем о Афганистане, о Афганской войне. На митинге рядом с белорусскими десантниками стояли и ветераны, и военнослужащие из братской России. Как один, они с честью выполняют свой воинский долг, продолжая славные традиции отцов и дедов, остаются настоящими патриотами Отечества. Наша делегация приехала из города Героя Москвы, Российская Федерация. Приезжаем уже не первый раз сюда. Приезжаем, потому что, как говорили раньше, Воронеж – это история, Рязани – это столица. Ну а паровуха – это сердце десантника, особенно 350-го полка. На митинге представители воздушно-десантных войск почтили память погибших товарищей, возлагает цветы к бюсту-памятнику Василия Филипповича Маргелова. В рамках мероприятия также состоялось вручение юбилейных медалей в честь 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. После митинга картош из ветеранов-десантников, военнослужащих и их семей, жителей и гостей города направился по местам боевой славы Новополоцка и Полоцка. В автофорбеге участвуют все ветераны воздушно-десантных войск, все военнослужащие, которые служили в воздушно-десантных войсках, члены их семей. Я считаю, это очень хорошая традиция, заложенная нами. Плюс хотим подчеркнуть и привлечь молодежь в патриотическом воспитании, чтобы они понимали, что такое воинское братство. В продолжение сегодняшнего праздничного дня военно-патриотические отряды совместно с ветеранами воздушно-десантных войск организовали легкоатлетический забег. Идея реализовалась еще в прошлом году и уже стала доброй традицией. Порядка 50 человек в сопровождении колонны автомобилей стартовали от центральной площади Новополоцка. А конечной точкой забега стал мемориал воинам-интернационалистам «Расколотая звезда». На 90-е в дедовщину празднования воздушных десантных войск ездил в свою родную бригаду в 38-ю, так как у нас здесь нет бригад. И там ребята каждый год бегают на 2-й август. Оттуда уже захотелось возразить это здесь, потому что здесь очень много десантников. Здесь было две бригады, 357-я бригада, 350-я. К сожалению, у них больше не существует. Но боровуха, где сама была 350-я, она считается родиной ВДВ в Белоруссии. Здесь родилась песня синева, которая сейчас считается гимном. Ну и из-за этого захотелось сделать что-то хорошее для нашего города, чтобы десантники показали все-таки свою силу, отвагу. Не только тогда, когда они служат в вооруженных силах. Ну и после того, что на нас можно положиться, и мы все-таки сильные, успешные. По прибытии участники забега молодежь и ветераны возложили цветы к памятному знаку «Расколотая звезда», тем самым почти в подвиг воинов-интернационалистов. В завершении мероприятия дружное троекратное «Ура!». Как говорится, за смелость, за отвагу, за тех, кто в армии когда-то дал присягу. За ВДВ трехкратное! Ура! 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 С поздравлениями воздушно-десантным войскам коллектив редакции телеканала «Звезда».